Всем привет! Сегодня будем закрывать на зиму маринованные в капусте помидоры по старому доброму рецепту. Такая закрутка не только вкусная, но и очень красивая. Для приготовления нам понадобятся помидоры, капуста, сладкий перец, морковка, чеснок, черный перец горошком, гвоздика, душистый перец горошком, уксус, соль, сахар, петрушка, укроп с зонтиками и питьевая вода. Точное количество всех ингредиентов смотрите в описании под видео. Первым делом измельчаем все овощи, кроме помидоров. Капусту я взяла четвертинку и теперь мелко ее суркуем. Порезали и перекладываем в какую-нибудь миску. Морковь трем на терке для корейской морковки и тоже отправляем в миску, куда уже сложили капусту. Сладкий перец очищаем от семян, разрезаем его пополам и удаляем семена. А затем нарезаем перец соломкой. И тоже перекладываем в миску с овощами. Чеснок нарезаем пластинками. Затем еще измельчаем его еще больше. Пластинки и рубли. И тоже отправляем в миску. Все овощи у нас уже порезаны. Теперь мы их хорошо перемешиваем. Аккуратно, не мнем. Ничего сюда не добавляем. Просто перемешиваем, чтобы салатик такой получился однородный. Теперь берем чистую банку. Я беру полторашки, закрываю в полтора литровых баночках. Я их просто помыла, не стерилизовала. Дальше берем черный перчик, пару штучек, гвоздичку и пару штук душистого перчика. И отправляем это в баночку. Затем туда же на дно кладем пару веточек петрушки. Зонтик укропа. А дальше закладываем слой помидора. Затем берем салат. И выкладываем слой салата. Вот так салат немножко распределяем. И чуть-чуть его слегка приминаем. Но очень легенько, чтобы не помять помидоры. Теперь снова слой помидорчиков. Затем снова слой салата. И так будем чередовать, пока баночка не станет полной. Баночка уже заполнена доверху. Теперь остается добавить туда специи. И можно уже ставить стерилизовать. В каждую баночку нам надо добавить столовую ложку без горки соли. Соль каменная, без добавок всяких. Три столовых ложки уксуса. Девятипроцентный уксус. Две столовых ложки сахара. Сахар с горкой берем. Затем заливаем все питьевой водой комнатной температуры. Накрываем банку крышкой. И отправляем стерилизовать. Для стерилизации берем кастрюлю подходящего размера. Застилаем на дно тряпочку. Устанавливаем туда нашу банку с помидорами. Заливаем воду. Воды должно быть где-то, чтобы заполнено было. Две трети банки покрыты водой должны быть. Включаем огонь и ждем пока закипит. Берем следующую банку и наполняем ее таким же способом. Слой помидоров, капусточку. У кого есть такая кастрюля, где можно банки наполнить все сразу. И стерилизовать их, поставить вместе. То можно сразу все банки разложить и поставить на плиту. У меня, к сожалению, такой емкости нету. Поэтому буду стерилизовать по очереди. Вот так вот помидорчики, капусточку. Не сильно плотно. Сверху уже капусту выкладывать не надо. Потому что будет потом неудобно. Высыпать сахар, соль. Подбираем. Такой небольшой штук. Вот так вот. Отлично все поместилось. А дальше опять соль. Сахар. Не забывайте, соль без горки. Одна ложка. А сахар. Две ложки с горкой. И три ложки уксуса. Уксус столовый 9% Который обычно используем на кухне. Заливаем водичкой. Вода у меня просто отфильтрованная. Накрываем крышечкой. И тоже стерилизовать. Из указанного количества продуктов получилось 3 баночки полтора литровых. Вот такая вот красота у нас получилась. Выглядит это очень красиво. И помидорчики такие невероятно вкусные. Можно кушать и капусту, и помидоры. Сразу и салат, и маринованные помидорчики. В третью баночку тоже добавляем соль. Сахар. Можно немножко пролить водичкой, если не помещается. Еще ложечка. Уксус. Заливаем водой. Воду наливаем прямо до самого верха. Так, самую-самую крышечку. Все, сверху крышка. И в кастрюлю стерилизоваться. Как только вода закипит, засекаем время и стерилизуем 20 минут. Прошло 20 минут. Можно уже выключать первую баночку, которую мы ставили. Проверяем на всякий случай. Если крышка горячая, значит уже можно закручивать. Достаем аккуратно банку из воды. Затем закручиваем. Переворачиваем вверх дном. И оставляем так до полного остывания. Вот и все. Вкусные маринованные помидоры с капустой на зиму готовы. Приятного аппетита! И пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok